Итак, весна 1978 года все-таки наступила. Как не злилась зима, как не швырялась мокрым снегом, не желая сдаваться на милость неизбежной победительницы, пришлось ей убираться во свояси. А весне, как сказано у старого поэта, и горя мало умылась в снегу и лишь прекрасней стала наперекор врагу. Уже у нас стала традицией встречать весну днем смеха в первый день апреля. Почему бы и не посмеяться первого апреля в организованном порядке? Что в этом плохого? Кто хочет, пусть идет на веселый эстрадный концерт или на вечер юмора и сатиры, устроенный в заводском клубе местными весельчаками из художественной самодеятельности? Можно пойти в театр или в кино, посмотреть комедию, желательно новую. Да и старая, если она хорошая, тоже сгодится. Можно на худой конец просто собраться за стаканчиком чая, поболтать, пошутить. Я, например, когда у меня настроение портится, открываю книжку габровских анекдотов и читаю габровские уловки, уловка по болгарски анекдот, шутка, все подряд. Обязательно наткнешься на жемчужинку прелестного народного юмора. Ну, например, художник принес торговцу свою картину на продажу. Тот дал ему 50 левов. Художник рассердился. Да я у вас одного полотна купил на 150 левов, чтобы ее написать. Да, но тогда оно было чистым, невозмутимо ответил торговец габровик. Мы тоже решили отметить первоапрельский день и приглашаем вас послушать юмористические рассказы. Начнем мы с произведения Антона Павловича Чехова. Послушайте инсценированный рассказ из записок вспыльчивого человека. Это один из ранних рассказов Антона Павловича, когда он был еще юмористом. Антоши Чеханте писал легко и быстро, без тоски и думы роковой. Два часа и рассказ готов. Тем не менее, он и тогда уже был Чеховым, потому что за каждым его на первый взгляд просто изящным пустячком стоит жизнь, увиденная зорким и мудрым художником. Я человек серьезный, и мой мозг имеет направление философское. По профессии я финансист, изучаю финансовое право и пишу диссертацию под заглавием «Прошедшее и будущее собачьего налога». Согласитесь, что мне решительно нет никакого дела до девиц, романсов, луны и прочих глупостей. «Утро. Десять часов. Беру чистый лист бумаги, макаю перо в чернил и вывожу заглавие «Прошедшее и будущее собачьего налога». Немного подумав, пишу исторический обзор. Судя по некоторым намекам, имеющимся у Геродота и Ксенофонта, собачий налог ведет свое начало от… Но тут слышу в высшей степени подозрительные шаги. Гляжу с балкончика вниз и вижу девицу с длинным лицом и с длинной талией. Зовут ее, кажется, Наденька или Варенька, что, впрочем, решительно все равно. Здравствуйте, Николай Андреевич. Представьте, какое у меня несчастье. Вчера гуляла и потеряла бальбошку с браслета. Перечитываю еще раз начало своей диссертации, поправляю хвостик у буквы «Б» и хочу продолжать. Николай Андреевич, будьте любезны, проводите меня домой. У Карелиных такая громадная собака, что я не решаюсь идти одна. Делать нечего. Кладу перо и ухожу вниз. Наденька или Варенька берет меня под руку, и мы направляемся к ее даче. О чем вы вздыхаете? Тут я должен сделать оговорку. Наденька или Варенька, теперь я припоминаю, что зовут, кажется, Маша. Машенькой, откуда-то вообразила, что я в нее влюблен, а потому считает долгом человеколюбия всегда глядеть на меня состраданием и лечить словесно мою душевную рану. Послушайте, я знаю, от чего вы вздыхаете. Вы любите, да. Но прошу вас именем нашей дружбы, верьте, та девушка, которую вы любите, глубоко уважает вас. За вашу любовь она не может платить вам тем же. Но виновата ли она, что сердце ее давно уже принадлежит другому? Нос Машеньки краснеет и пухнет. Глаза наливаются слезами. Она, по-видимому, ждет от меня ответа. Ну, к счастью, мы уже пришли. На террасе сидит Машенькина Мамау, женщина добрая, но с предрассудками. Взглянув на взволнованное лицо дочери, она останавливает на мне долгий взгляд и вздыхает, как бы желая сказать, ах, молодежь, даже скрыть не умеете. Кроме нее, на террасе сидят несколько разноцветных девиц, и между ними мой сосед по даче, отставной офицер, раненый в последнюю войну в левый висок и в правое бедро. Этот несчастный, подобно мне, задался целью посвятить это лето литературному труду. Он пишет мемуары военного человека. Подобно мне, он каждое утро принимается за свою почтенную работу, но едва только успеет написать «Я родился в...» Как под балкончик является какая-нибудь Варенька или Машенька, и раненый раб Божий берется под стражу. Все сидящие на террасе чистят для варенья какую-то пошлую ягоду. Я раскланиваюсь и хочу уходить. Но разноцветные девицы свизгом хватают мою шляпу, и требуют, чтобы я остался. Я сажусь. Мне подают тарелку с ягодой и шпильку. Начинаю чистить. А вы, месье Николай, некрасивый, но симпатичный. В вашем лице что-то есть. Впрочем, в мужчине главное не красота, а ум. Девицы вздыхают и потупляют взоры. Они тоже согласны, что в мужчине главное не красота, а ум. Я косо поглядываю на себя в зеркало, чтобы убедиться, насколько я симпатичен. Вижу косматую голову, косматую бороду, усы, брови, волосы на щеках, волосы под глазами, целые рощи, из которой на манер каланчи выглядывает мой солидный нос. Хорош, нечего сказать. Впрочем, месье Николай, вы возьмете своими душевными качествами. А Наденька страдает за меня, но в то же время сознание, что против сидит влюбленный в нее человек, доставляет ей, по-видимому, величайшее наслаждение. Встаю и раскланиваюсь. Варенькина мама, сама Варенька, разноцветная девица, окружают меня и заявляют, что я не имею никакого права уходить, так как дал им вчера честное слово обедать с ними, а после обеда идти в лес за грибами. Кланяюсь и сажусь. В душе моей кипит ненависть, но деликатность и боязнь нарушить хороший тон заставляют меня повиноваться дамам. Я повинуюсь. После обеда, когда я один стою на террасе и курю, ко мне подходит Машенькина мама, сжимает мои руки и говорит, задыхаясь. Ну, вы не отчаивайтесь, все, Николя. Это такое сердце. Такое сердце. Идем в лес по грибы. Варенька виснет на моей руке и присасывается к боку. Страдаю невыносимо, но терплю. Послушайте, Николя, ну, чего вы так грустны? О чем молчите? Странная девушка. О чем же я могу говорить с ней? Что у нас общего? Ну, скажите что-нибудь. Я начинаю придумывать что-нибудь популярное, доступное ее пониманию. Подумав, говорю, лесоистребление приносит громадный вред России. Николя, я вижу, вы избегаете откровенного разговора. Вы как будто желаете казнить своим молчанием. Вам не отвечают на ваши чувства. И вы хотите страдать молча, в одиночку. Это ужасно, Николя. В 12 часов получаю письмо от Машеньки. В письме упреки, просьба прийти в беседку и обращение на ты. В час получаю другое письмо. В два третье. Надо идти. Но прежде чем идти, я должен подумать, о чем буду говорить с ней. Поступлю как порядочный человек. Во-первых, я скажу ей, что она напрасно воображает, что я ее люблю. Впрочем, таких вещей не говорят женщинам. Сказать женщине, я вас не люблю, так же неделикатно, как сказать писателю, вы плохо пишете. Лучше всего я выскажу, Вареньке, свой взгляд на брак. Надеваю теплое пальто, беру зонтик и иду к беседке. Зная свой вспыльчивый характер, боюсь, как бы не сказать чего-нибудь лишнего. Постараюсь сдерживать себя. В беседке меня ждут. Наденька бледна и заплакана. Увидев меня, она радостно вскрикивает, бросается ко мне на шею. Наконец-то. Ты играешь моим терпением. Послушай, я не спала всю ночь. Я все думала. Мне кажется, что когда я узнаю тебя поближе, то полюблю тебя. Я сажусь и начинаю излагать свой взгляд на брак. Сначала, чтобы не заходить далеко, быть по возможности кратким, я делаю маленький исторический обзор, говорю о браке индусов и египтян, затем перехожу к позднейшим временам, несколько мыслей Шопенгаура. Машенька слушается вниманием, но вдруг по странной непоследовательности идеи находит нужным прервать меня. Николя, поцелуй меня. Я смущен и не знаю, что сказать ей. Она повторяет свое требование. Делать нечего, я поднимаюсь и прикладываюсь к ее длинному лицу, причем ощущаю то же самое, что чувствовал в детстве, когда меня заставили однажды поцеловать на панихиде мою умершую бабушку. Не довольствуюсь моим поцелуем, Варенька вскакивает, порывисто обнимает меня. В это время в дверях беседки показывает Машенькина мамал, она делает испуганное лицо, говорит кому-то и исчезает, как Мефистофель в трюме. – Смущённый и взбешённый я возвращаюсь к себе на дачу. Дома я застаю Варенькину мамалу, которая со слезами на глазах обнимает мою мамалу. Затем, как вам это понравится, Наденькина мамалу подходит ко мне и обнимает меня. – Бог вас благословит. Ты же смотри, люби её. Помни, что для тебя она приносит жертву. – И теперь меня женят. В то время, как я пишу эти строки над моей душой, стоят шофера и торопят меня. Эти люди положительно не знают моего характера. Ведь я вспыльчив и не могу за себя ручаться. Вести под венет вспыльчивого, взбешённого человека – это, по-моему, так же неумно, как просовывать руку в клетку к разъярённому тигру. Увидим. Увидим, что будет. Субтитры создавал DimaTorzok